В настоящее время в соответствии с поручением президента России и правительства Российской Федерации Федеральной налоговой службы реализуется ряд мер, направленных на поддержку представителей бизнеса в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Поскольку ситуация в стране меняется практически ежечасно, рязанцам рекомендуется следить за развитием событий в обязательном порядке, мониторить новостную информацию, размещаемую на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы www.trойное.w.nalog.ru и на других официальных порталах органов власти. Налогоплательщикам, которые относятся к определенным отраслям, это туристический бизнес, авиаперевозки, физическая культура и спорт, искусство, кинематография, гостиничный бизнес, а также всем официально внесенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства отсрочено взыскание налогов до 1 мая. Что касается вопросов организации приема налогоплательщиков в налоговых инспекциях Рязанской области, то необходимо отметить следующее. С 30 марта по 3 апреля прием налогоплательщиков прекращен, а с 6 апреля будет действовать по следующей схеме. Еще раз подчеркиваю, что мы переходим в дистанционный режим взаимодействия с налогоплательщиками. В частности, очень важное объявление. С сегодняшнего дня налоговые инспекции Рязанской области, так же, как и всей Российской Федерации, переходят по приему налогоплательщиков только по предварительной записи. Предварительно записаться можно на сайте налог.ру. В разделе сервис выбирается сервис онлайн-запись на прием в инспекцию, выбирается инспекция, соответствующая услуга, дата, время и так далее. Предварительно записаться на прием можно с помощью интерактивного сервиса «ФНС России. Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru Мы убедительно просим внимательно отнестись к этому и действительно предупреждаем, что налогоплательщики, которые придут без записи, для того, чтобы не создавалось большое скопление людей, они обслуживаться не будут. И еще очень важно, что принято решение о том, чтобы вне зависимости от того, будет ли запись через интернет, не будут обслуживаться категории, такие категории, как налогоплательщики с детьми, пожалуйста, не приходите с детьми в налоговую инспекцию, и пожилые граждане старше 65 лет. Стоит отметить, что большинство вопросов можно решить дистанционно. В первую очередь рекомендуется воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или другими интерактивными сервисами, доступными на официальном сайте ФНС России www.налог.ру. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно заполнить и подать декларацию 3НДФЛ, узнать задолженность, оплатить налоги, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, обратиться за разъяснениями.